На повестке дня внеочередного заседания Совета депутатов Пушкинского стоял всего один вопрос. Внесение изменений в ранее принятое решение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей в сфере ЖКХ. Тем, кто получил от округа бесплатные земельные участки, помогут оплатить работы по обустройству систем канализации и водопровода. Мы предлагаем компенсировать за счет средств бюджета городского округа указанные мероприятия, компенсировать стоимость полную многодетной семье, но не более той расчетной стоимости, которая будет определена у нас на основании сметы, утвержденной государственным учреждением Московская областная государственная экспертиза. Максимальную сумму компенсации на 2025 год определят в ближайшее время. Если раньше она составляла 70 тысяч рублей, то после принятия народными избранниками соответствующего решения ее размер предположительно превысит 100 тысяч. Она будет выше 70 тысяч. Мы думаем, что это будет, извините за такое слово, далеко, за 100 тысяч рублей. И будет приближена уже к реальной коммерческой стоимости по этим услугам. Но на этом встреча не закончилась. Еще одна тема, которую обсудили народные избранники – подготовка к зиме коммунальных систем Пушкинского. Как отметил глава городского округа Максим Красноцветов, тепло в жилые дома и на социальные объекты запустили еще в первые дни октября. Сегодня, несмотря на имеющиеся сложности, процесс идет в штатном режиме. Красноармейск у нас отработал достаточно уверенно. Несколько там аварийных ситуаций было. А так по факту абсолютно все убегательные работы в штатном режиме и температурный режим. С управляющими компаниями там были вопросы. Иван Деевка достаточно уверенно подошла в отопительный период. Ну, гастром теплоэнерго сложно, но как бы поступательное движение вперед, оно идет, идет уверенно. Глава округа Максим Красноцветов ведет постоянный мониторинг ситуации с подачей тепла и ежедневно докладывает губернатору Московской области о том, что происходит на каждом объекте теплоснабжения в Пушкинском.